Эхо 90-х в областном центре. Напомним, в субботу на прибокзальной площади Оренбург около 12 часов дня 15 неизвестных с битыми и травматическим оружием напали на водителя частного микроавтобуса. Пострадавший доставлен в больницу с травмами головы и ранением груди. Новые подробности происшествия в материале Александра Белова. Этим кадрам будто 15-20 лет, хотя видео, снятое автомобильным регистратором, может похвастать, пожалуй, самой первой свежестью. Группа молодых людей в спортивных костюмах собирается на видном месте перед железнодорожным вокзалом Оренбурга. Руки держат в карманах, оглядываются по сторонам, из пакета достают биты. Пока что прячут их от посторонних глаз. Ждут, пока сотрудник в полицейской форме пройдет мимо. Затем рассыпаются по привокзальной площади и через мгновение направляются в сторону стоянки. Банде в шапках и капюшонах хватило 30 секунд для того, чтобы расколотить микроавтобус и избить водителя. Нападавшие даже ранили его из травматического оружия. Троих из 11 убегавших с площади чуть позже задержали. Ими оказались жители Самары. При обыске были обнаружены пять бейсбольных бит, перчатки. При обследовании близлежащей территории возле автомобиля было обнаружено оружие, огнестрельное ружье, которое в настоящее время направлено на экспертизу. Автомобиль был украшен свадебным нарядом, номерные знаки были закрыты, табличка свадьбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 хулиганства. Пострадавший водитель был госпитализирован. Происшествия вспоминает неохотно. Любопытные и даже какие-то роковые совпадения. На привокзальной площади находится пост ППС, но в момент нападения хулиганов на водителя они были в магазине. Один из продавцов сообщил ему фальшивой купюре. Те, кто видел, как бандиты расправлялись с перевозчиком, вообще обвинили полицию в бездействии. Вот сотрудники стояли, они там наблюдали. Вот эти двое. Вот один, вот второй. Я им сейчас подошел и говорю, что это не наше дело. Эта дерзкая акция носит явно демонстративный характер. Автомобили разбили в субботу в полдень. Как правило, в это время на привокзальной площади много перевозчиков и пассажиров, то есть потенциальных жертв и свидетелей. По данным полиции, камера городского видеонаблюдения вообще снимала не ту часть территории, где был совершен налет. Хотя на систему безопасный город в свое время были потрачены немалые деньги, около 60 миллионов рублей. А в компании РЖД-трансфер, чьи камеры также расположены по периметру всей привокзальной площади, сообщили. Весь видеоматериал изъял кто-то из полиции. Александр Белов, Дмитрий Нефедов, Вестеринбуржье.